Петра 21-й глава 23-й стих. Эта история вывода Петра в Петру сроку из-за того, что его объявление позволило нам коснуться тайной темы такой, что говорят не всегда надо верить, и что считаешь в Писании не сходу верить, а там написано, там сказано, а это Дух Петрей сказался. Сказать-то сказал, да надо разуметь. Господь говорит, что тебе до того, ты иди, а дальше предложение, если я хочу, чтобы он прибыл, до поля я приду. И ученики прямые слова Христа, прямо полученные от Петра, истолковали одинаково, что Иоанн не умрет. Не умрет, он будет жить, пока Христос сияет во второе славное пришествие. И это слово пронеслось, написано, между братьями. Не среди людей невежественных, а людей, исполненных Духом Святого, и мы видим, что это совершенно неправильно. Проходит год-два, как все и верят, смотрят на его один апостол казнен, второй его сослали, вернулся, исповедник, но не мученик. Проходит еще последний, свидетель воскресения Христова умирает. Матерь Божия давно умерла, Иоанн живет. Вот ему стоят, правильно вы поняли. Господь сказал, что до Коля я приду. И пронеслось это слово. А Иоанн за то, он говорит, никакого отношения к его жизни не имел до второго пришествия. Чтобы прибыл, он где прибыл? В окрестностях Иерусалима до Коля придет год 71-й, когда нападут ревляния. Вот, говорит, о чем речь идет. Пришествие Христа это посвящение гневом, а не о том, что второе пришествие. А они слова Христа говорили по-своему. Я хотел рассмотреть слово пронеслось. Это могла. Оно редко встречается в Священном Писании пять раз. Но смысл всегда один и тот же, широко распространилось. Встречается в первом Парагипаминон 14-17. И пронеслось имя Давида по всей земле. Славное победу одержал, разгромил врагов, собрал много золота. Хорошо. Но слово пронеслось встречается и у Сираха 47-18, когда он говорит о Соломоне. Имя твое пронеслось до отдаленных островов. И ты любим был за мир твой. Слово Соломон означает мирный. Во время его не было войны. Ведет мир и маленький конфликт, или-то вспыхнет, опять погашнет. Но в 23-м стихом уже говорится, и горько оплакивали свое безумие, когда он отступил от Иеговы. Женам позволил командовать над собой, идти на уступки, на компромиссы, на консенсусы. Вот давай, ты мне маленько уступи, я тебе, жена говорит, и сделаем общий экуменизм божественный. И оплакивали это безумие. В первом послании писал Нихийцам, 1-8, апостол Павел говорит, как нужно относиться к этому слову. Что должно от нас распространиться? Ибо от вас пронеслось слово Господне. Не только в Македонии и Ахайии, это Югославия, захватывая, видимо, до Чехословакии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей, о вере вашей в Иисуса. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Что такое молва? Молва бывает правильной. А молва бывает ни на чем не основана. И говорят, нет, дыма без огня. А что-то сказали, но все равно что-то есть. Не зря это сказано было. Когда вернулся Неемия, съезды и спленения, то враги старались, чтобы храм Божий не был построен, чтобы народ Божий не мог собирать и приносить жертву. И он присылает послание, говорит, есть верный слух, что вы хотите храм построить, стены восстановить и отделиться от Всемирной империи Астахерта. Он будет ложь, этого не было. Есть верный слух, но он оказался совершенно ложный. А апостол Павел говорит, есть верный слух от домашних хвостов, что у вас, говорит, такое блудодеяние, которого даже у безбожников не слышно. Первая комиссия, пятая глава. Каждый слух, слово, которое мы слышим, должны проверять. Один из проповедников говорит так. Господь дает нам пример. Когда на людей была жалоба, что люди ведут себя неподобно, Господь с неба говорит, сойдем и посмотрим действительно ли это. Ну, в городе надо сходить, лестница какая-то или что. Это означает, что Бог тщательно вникает в дело и рассматривает. Не присуседуйтесь к чужому разговору. Ну, а говорят. Златолун, говорит, ты являешься переносчиком, заразной мухой, когда чужие разговоры переносишь. Ты не знаешь этого. Да как он сознат? Если это не касается спасения, не делает соблазн на спасение, промолчи, отойди, помолись. А я вот слышал, а вот тот-то, тот-то сделал, а тот неправильно, тот не по совести. Ну, сказал бы молчить, дальше молись. Никакой пользы от разговора никакого нет. А слово это мы подкалкиваем, эту молву распространяем. Осуждающий Ближнего совершает тройной грех Златолун, говорит, он убивает свою душу, откверняет ее. Когда судишь другого, то время возносишься. Я не такой. А тому нет спасения. Откверняешь того, с кем говоришь, и порочишь имя того, кого поносишь. Скажи, я не знаю, не уверен я. За это надо еще раз спросить, надо обдумать. Пронеслась молва, в главном деле от Матвея 28-15, что ученики пришли и украли тело. Вот пронеслась эта молва. И в Евгее до сегодняшнего дня они верят, что я говорю, ну Христос-то воскрес, чего воскрес? Евреям не говорят. Его же украли. Украли. А как украли? Ну, с воинами договорились многое дали. Да это вы же, я говорю, деньги-то дали. Вы дали воинам деньги. Нет, это вы дали им деньги, чтобы они сказали, что... Ну, запутались совершенно. Слово пронеслось. И вот сейчас это слово я решил рассмотреть в нашей жизни. Вот пронеслось такое, что богослужение это все. Ничего подобного нигде в новозаветней церкви не было. Люди верили, молились, собирались, был молительный дом, храма вообще никакого новозаветнего не было. А потом, как стали называть, в 4-й, 5-й, до 9-го века все формировалось. Все богослужение. Проповедь намертво отпала. Совершенно запрещена была. Даже священники не имели права проповедовать. Все было богослужение. А раз богослужение одно, тут начали изощряться. В одежде, в наградах, в выходах, в зажиганиях, в украшениях храмом. Этого ничего не было в первоапостольской церкви. Они ежедневно собирались по домам. Ну что, они каждый день на домах купола ставили, что ли? И поэтому мы это имеем, но к этому должны относиться как ни к старостепенному, а к 25-му. Не ближе. На первом месте это жизнь во Христе. Это проповедь о Христе. Все до единого верующие христиане свидетельствовали о Боге и церковь расслаблено. У нас не растет она. Православная церковь исчезает. Единственное, что она делает, это собирается и клеймят сектантов. Они плохие, соборы, какие-то собрания дают, что другое. Я вам давал эту статью, что севет ветер, а пожинать будут бурю. Всех против себя ополчают. И они прям дают намек. Не потому ли православие-то все так творится, что проповеди-то нет. Не потому ли, что богослуженица не имел понятного языка. Это сектанты нам подсказывают. Откуда пришло право канонизировать? Пронеслось такое слово, что вообще-то я могу канонизировать мою маму? А почему нет? Вы ее знаете, как она жила. Она одевок не делала, двенадцать детей родила. Она все время молилась ходила. Она любила Бога, никого не слюдила. А спрашивается зачем? Но Пронеслось такое слово, что канонизировать могут дедушки, когда им клапочки дадут на добро. Теперь они соберутся и русского не берутся. А Бог? А почему нет последний сагон? Матреумушка, Московская, Юровская, ладно. Когда говорят, она материлась и все, что угодно делали. Это ради Бога. Если так выделиться нельзя, а если по матушке ради Бога, то это можно. Она показывала что-то. И вот показывают два юродика, и они все время дрались между собой. Это они предвозвещали войну. Да что угодно можно объяснить. Травинка накормилась в ту сторону. Это я хочу сказать, что нам опасность спорчена. Сейчас подумала оттуда, это опасность с твоей стороны. Я тебя кажу крови, то есть толкую. Оттуда ветер будет. Придумали, что в мощи. Вот человек умеет, и связность его не покидает. Теперь не в Бог, а в этом человеке. Связность проникла во все моменты, во все косточки, во все жилки. И теперь, если вас пидать будем по кусочкам, он будет жить. Да даже безумный человек этого не может делать. А у нас это реально. У нас в суде ветер пронеслось такое сбор. Что Бог прибывает в каждой клеточке, А вот елесея коснулись, спросите. Ну коснулись, спросите. Он лежал на месте. Ну не резали, что ты, елесея. О, коснулись, я ему руку, подскажу, думаю, ногу. Ну нет уже этого нигде. Пронеслось это слово. А у нас есть. У нас нам ничего не изменить. Но в душе мы должны знать, этого не было. Это слово пронеслось. Это слово не из Евангелия. Сколько сегодня люди колдуют. Я посмотрел, где пронеслось. А я считаю, отче наш, иконами остаются, свечки, на воду что-то шепчут. Все колдуны, все ворожеи сегодня просят людей сходить сначала в церковь и шестинься. Сначала им только покрестить надо. Бабка не будет садим шептать. Сатане нужен сосуд его. Ну да так и родители наши делали, говорят. Это слово пронеслось. Евангельские вещи все это отсекают. У нас два врача, Бог и Священник. Представите, при святером. Апостол Павел Петр в втором послании, 3 глава, 16 ст. говорит, что в посланиях апостола Павла есть нечто неудобово, разумительное. Не сразу сходу поймешь. Ну и ладно, прочитал, прочитал. Нет. Что неверзо-неутвержденное превращает собственное погибель. Священное Писание. Верное послание Павла. И они послужили миллионам людей, не тысячам, миллионам погибель. Все векам-то основываются на послание апостола Павла. Ну и храм Бога. Все на этом закончили. Пронеслась такая молва, что церковь ведь нет, где двое или трое. Двое или трое членов церкви собираются. Вне церкви нет спасения. А я вам говорю о беспорядках церкви. Даже для того, чтобы вы не всем церквям прилагались к беспорядкам. А вернее никак не прилагались. Есть нам не изменить. Я прилагаю к мощам. Есть у меня миро-чезосморные, мироточилые иконы. Ну есть и есть. Спасение от этого не зависит. Пришло мнение такое, что Серафим Саровский должен воскреснуть. Сейчас тюло везде в этом трубе. Серафим должен воскреснуть. Там канавка, которую он выкопал. Канавка. Ее там прокопали, все это как убого видать. И земельку оттуда люди берут. И что от них Христ ее не перейдет. И идут снимки. Тысячи людей летных приезжают в Россию и ходят по канавке. Набирают мощь, энергетику. Камни разные там. Камни, которые, говорит, Серафим стоял. До того камня ничего нету. Это новые волны. Их дрогат и расстаскивают везде. Пронеслось такое слово. Если слово Божие, сказанное Христом, и можно извратить, и не так понять, что он не умрет. То что говорить о человеческих выводах. Есть такое мнение, что Россия восстанет, будет монарх. Ну и что? А как это не зависть? А если сегодня поставить, его убьют, его казнят. Он не нужен такой. Я слышал это пророчество. А может быть это уже пророчество. Может его и не нужен монарха никакого. Как великий русский народ, он исчезает. Я это сужу по детям, которые приезжают. Огромное различие, что я занимался с детьми раньше, и что сейчас. Даже близко нельзя поставить тех детей, какие тогда приезжали, и какие сейчас. Это деградация нации идет. А что они учатся на пятерки, это ничего не значит совершенно. У них нет направления. У них нет цели. У них нет чувства самосохранения. Явно ему, что здесь смерть грозит, он свободно туда идет. Русская нация – это самая быстро исчезающая из древней нация. Почему, я не могу сказать. И плакать об этом не надо. Надо плакать, что люди уходят, не зная из Бога. Радуют не за великий Израиль, великую Россию, а за то, что люди не приняли Христа. А вот эта глупость пронесла, что будет монарх. И сейчас монархические общества. Священники с ума сходят. Собирается каждый год дворянские общества. Они ждут, молятся, чтобы Бог дал. А откуда оно возьмет Бог и зачем нам нужен? Никто этого не знает. Слово Божие – это единственный ключ к уразумению сказанного в Священном Писании. И чтобы мы не заблудили толкованием. Бог – самое великое счастье иметь святых отцов, таких как Иоанн Балтаус, Блаженный Хатилак. Толкование Священного Писания. Никогда не посягайтесь. Не толковать самостоятельно. Не принимать того, что не церковное. Сколько сегодня разных стерп, течений, и среди них пронеслось мнение, что независимо от того, кто и а в какой, вне церкви каждый может спасти. И вот из этого слова, что пронеслось, я полагаю в основании делать развод ежедневно всего, что ты слышишь. Что считаешь? Внимательно виснуть в это, посмотреть, а то, что я понимаю, это для спасения служит или нет. Ученики поняли, я не умрет. А что они хотели этого? В первую очередь, что очень близко пришествие Христа. Даже Павел в это верил. Это второе. Дальше. К нему прижимали это свое общество. Он же не он. Если с ним ясно, что он с Богом-то. И вот сегодня как колонизируют. Так начинается отдельное какое-то общество. Я, Хрештавский, дожил праведно. Общество и они там. Они считали, что так Христос пришел ко вторым пришедшим. Я, Хрештавский, это до Христоса пришедший. Это ересь ироитов. Она исследовалась тогдашим синодом и признали ее как ересь. Сегодня, оказывается, есть люди, которые в это верят. Поэтому, чтобы заешиваться на наших ушей в слово Господне или друг от друга, или какая-то весть, тебе непосильно ее разобрать. Найди более опытного, открой книги, собраться вместе, помолиться, чтобы вот такая неверная информация, или даже верная, не была ложной истолкованной. Вот что мы находим из слова, которое донеслось до нас о миссисе. Пока что литургия.